У стены администрации сельского совета коммунальщики собираются не первый раз. Люди признаются, трудиться за идею не осталось сил. Задержки с выплатами заработной платы на предприятие начались еще с прошлого года. Тогда долги перед работниками уже составляли почти 200 тысяч рублей. С 19-го года за 4 месяца у нас зарплат нет. И с 20-го через судебные приставы, но никаких изменений у нас. Хочется за свою работу получать деньги. Потому что такой объем информации, который я обрабатываю, мне хочется, чтобы у меня на издевении двое детей. Больше месяца назад, рассказывают коммунальщики, они написали заявление о приостановлении деятельности. Правда, ходить на работу продолжили. Если завтра мы не выйдем на работу, то здесь будет полная катастрофа. Канализация сейчас у людей уже идет на улицу. Не дай бог порыв, люди останутся без воды. Сейчас у людей идет, как сказать, посевная высадка. Впоследствии очень могут быть. Как говорится, один день год кормят. Две недели назад, устав ждать расчета, люди приняли решение коллективно уволиться. Но и тут ничего не вышло. Бумаги им просто никто не подписывает. Нас никто не может уволить. То есть получается ситуация, как при крепостном праве. Нам некому подписать вольную. Глава администрации, учредители, она не хочет. Глава сельского совета видит проблему в другом. По мнению чиновницы, финансовые трудности предприятия – вина некомпетентного руководства. Муниципалитет, по ее словам, может оказать денежную помощь только в случае четкого финансового обоснования. Однако на контакт с администрацией поселения, рассказывает глава, предприятие не идет. Работники должны обратиться непосредственно к должностному лицу, исполняющему обязанности. А они не хотят увольняться. Они это мне в открытую сказали. Я беседовала с этим коллективом. Все люди работоспособные. Ребята неплохие. Поэтому они увольняться не хотят. У них нет желания уволиться со СНАП-ресурса. В запутанной ситуации разбирается и прокуратура района. Ведомстве поясняют. Нарушения с выплатами заработной платы на предприятии фиксировались еще в прошлом году. Но руководителя СНАП-ресурса уже возбуждены дела об административных правонарушениях. Однако он должных выводов не сделал. И в этом году допустил нарушение, а именно не выплатил своим работникам зарплату в течение двух месяцев. В связи с чем было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя по статье 145 прим. 1 Уголовного кодекса. В настоящее время дело находится в стадии следствия. Также ведомстве поясняют. Часть материалов уже передана в суд. Для взыскания денежных средств в счет погашения долгов по заработной плате. Мы продолжим следить за развитием этой истории. Вячеслав Камп и Владислав Горбунов. Новости дня.